Здравствуйте. Думаю вы в курсе про существование компьютера Комодо 64. В свое время это был очень популярный компьютер. Однако есть еще приставка. Называется она Комодо 64 Game System. Думаю вы о ней точно не знали. Почему я делаю именно по этой 8-битной системе видео? Во-первых, потому что я о ней не рассказывал еще. А во-вторых, я это делаю по просьбе зрителя. Вот так. Давайте начнем. Комодо 64 Game System. Это 8-битная игровая приставка, созданная компанией Комодор на базе популярного домашнего компьютера Комодо 64 и выпущенная в декабре 1990 года. Продавалась она исключительно на территории Европы. Вот так. На самом деле, это была не первая попытка сделать Комодо 64 из компьютера в приставку. Еще в далеком 1982 году была выпущена Комодор Макс Машин. Это был урезанный компьютер, который был ориентирован только на игры. Понятное дело, что Комодор Макс Машин провалилась. И вот только в 90-м году была уже вторая попытка превратить Комодо 64 в приставку. И это Комодор 64 Game System, которая была гораздо ближе к оригинальному компьютеру и была совместима с ним. Вторая попытка тоже закончилась провалом. И было продано всего около 20 тысяч приставок. А причин провала было несколько. Слабая поддержка со стороны разработчиков игр, конкуренция с Комодор 64, который и так был популярен, устаревшие технологии с 1982 года еще и появление 16-битных систем на рынке. И 8-битные системы на то время мало кому уже были интересными. Чтобы вы понимали, 16-битная игровая система появилась еще в далеком 1987 году. Это была PC Engine, она же TurboGrafx-16 в Америке. Вот так. Преимуществ очень мало. Первое заключается в обратной совместимости с компьютером Комодор 64, а второе – работа с картриджами. Хотя Комодор 64 также работал на них. Недостаток заключается в этом говне, из-за которого играть нормально просто невозможно. Нереально, а что это такое вообще? Ладно, клавиатура, на ней можно хотя бы играть. Но это же вообще ужас. Серьезно, если бы мне предложили такой вариант, я бы, наверное, отказался. Не, конечно, если покопаться в интернете глубже, что я как раз таки и сделал, то можно будет найти вот такой контроллер неофициальный, который будет похож на контроллер от NES. Причем такой же продается и для Amiga, и для MSX, Atari, Sega, Vectrex, ну и так далее. Если что, это все чудо можно будет найти на сайте elzy.com. Это такая торговая площадка, чем-то похожая на eBay. Так вот, здесь такой контроллер стоит около 267 датских крон. В рублях это почти 3000, а в гривнах это почти 1000. Вот такие дела. В плане технической части приставка Комодор 64 Game System почти не отличалась от компьютера Комодор 64. Плата была почти такая же, но за исключением того, что разъем картриджа или же свод был повернут таким образом, чтобы картридж вставлялся сверху. А PZU, то бишь внутренняя память с Basic, был заменен простой программой. Если картридж уже вставлен, то он запускается, иначе пользователя попросят все-таки вставить картридж. Если что, формат картриджа остался таким же, как и в Комодор 64. Процессор был тот же. Most Technology 6510, у которого была разная частота, и которая зависела от региона. Оперативной памяти 64 килобайта. Про внутреннюю память я уже сказал. А в качестве звука используется чип под именем SID. Поддержка разработчиков игр была очень слабой, да и самих игр вышло очень мало для этой приставки. Конечно, большая поддержка была, но только от одной компании, и это Ocean Software, которая была упразднена в 1998 году. Она предложила ряд игр, которые были напрямую портированы с кассетных версий, но и которые были специально разработаны под картридж. Вот банальный пример. Она представила для этой приставки переработанную версию Double Dragon, Navy Seals, Robocop 2, Robocop 3 и Chase HQ 2, Shadow of the Beast, Lemmings и Battle Command. Но опять же, игр, адаптированных к приставке, было очень мало, и пользователи, когда покупали картриджи от Комодор 64, они быстро убеждались, что без клавиатуры использовать их просто невозможно. Не, а реально, Комодор, зачем вы выпустили вот такую вот вещь? Ты понимаешь, что ты поехавший уже, всё? Не я, блядь, поехавший. Ну, хоть не он, блядь, а ты! Она же неудобная. Не, ну, конечно, на AdSico можно будет купить неоригинальный контроллер, но, ёбтфу мать, отдавать почти 3000 рублей за это? Или 1000 гривен? Да ну нахер. Ладно, давайте я вам покажу несколько игр. Субтитры сделал DimaTorzok Эмуляции приставки Комодор 64 Game System нету, но есть эмуляция обычного компьютера. CC64, Эму 64, МЭС, ВБА64, ВАЙС, всё это вы сможете найти по ссылке в описании. На сайте mln.net и tvgames.ru На оба сайта оставлю ссылку. Это всё для Windows. А для Android есть только два эмулятора. Это Mobile 64 и c64.emu, которые я когда-то в своё время использовал. Ссылки будут тоже под видео. Вот и всё, друзья мои. Сказки конец. Это был подробный рассказ о приставке Комодор 64 Game System. Честно признаюсь, мне самому было интересно узнать, что это за такая приставка, хотелось бы вам про неё рассказать, подробно её изучить и всё такое. Если что, скорее всего, следующий выпуск будет уже про Nintendo 64. Поэтому ожидайте. Всем удачи, всем пока.